о красивый город вопрос как умягчить сердце дочери не хочет перестала общаться с родными ее стороны переехав в италию к мужу мысленно вы не проходили мои ступени очень напрасно конечно же я не думаю что тот метод о котором я сейчас скажу сможет работать с вами потому что ну много есть нюансов знаете необходимо человеку взять себя в энергетическое пространство взять дочь в энергетическое пространство или людей которые рядом с ним находится представить будто все друг друга обнимают целуют друг друга вымаливание производить ну а что вы от меня хотите как у как что я должен вам сказать вот эти все методы они есть моей первой ступени там я рассказываю метод гимны вымаливания в обновленной рассказываю как вымыть ее на ночь мысли на огнем или водой как бы сказать все я смываю все вот эти обиды дочери и так далее как карту перевернуть я тоже рассказываю ее ментальную карту жизни сделай так чтобы она быстро изменила на противоположное вот то свое мнение но так я не понимаю чуть-чуть что вы от меня хотите для того чтобы любить для того чтобы ребенок изменил свое восприятие по отношению к вам звоните ей периодически говорите или пишите говорите так тебя люблю ты моё солнышко почему люди любят когда их хвалят говорите я так тебя люблю я тебе забыла сказать я люблю я думаю тебе ты такая умница ты так старайся и у тебя там такие хорошие детки ты за ними смотришь почему люди люди перестают общаться друг с другу пошли они слышат критику люди же они внутри люди же в душе своей они как маленькие дети каждый человек он как маленький ребенок он думает для себя придумывает свою квартиру своего собственного идеального восприятия персональной жизни то есть человек думает что он самый хороший самый теплый самый добрый самый заботливый и потом появляется критика кто-то говорит ты чё такой вредный у человека в голове появляется как это и вредный и происходит вот такое столкновение внутреннего образа который человек настраивается или настраивает себе воспринимая себя именно тем настроенным образом и обижаясь на то на тот образ который пытается ему другой человек навязать ломая внутреннюю установку и если в этом смысл в целом как сказала у робинда ни первое ни второе не является правильным а где же он настоящий настоящий это тот который не имеет еще сознание но тот который имеет огромное количество чувств то есть тот который не обусловлено влюблен во весь мир это ребенок который только рождается в этот момент у него нет четкого восприятия за что его можно или нужно любить и в этот момент как объяснял шри ауробинда не нужно воспринимать себя как объективный компонент социума и он говорил что если не воспринимать себя как объективный компонент социума а субъективно отстраняться от социума и от себя в поисках во время медитации своего персонального я в котором нет ничего то есть отрицая идти через путь отрицания то есть а вот это я нет и это не я а где я а нет здесь тоже я нет то в конце концов как говорил шри ауробинда человек способен достичь состояния без эгоистичного восприятия своей души где он будет просто не за что обожать или не за что любить окружающих людей себя и так далее но нам это как людям обывателям незнакомым с индийскими методами медитации то и самим шри ауробинда наверно во многом это недоступно мы управляемыми своими адреналинами и норадреналинами гормонами голодом и там вредностью эгоизмом пытаемся выживать а надо быть как маленькая рыбка знаете красивая и гордая и не обращать на себя внимание кто